Комплексное благоустройство территорий и новый взгляд на переработку мусора. Новосибирск демонстрирует свои наработки на форуме «Городские технологии». Сегодня представители сибирских муниципалитетов обсудили разные подходы к решению наиболее острых вопросов. Михаил Якимов с подробностями. Михаиловская набережная, парк Дзержинского и еще 30 зеленых зон. В Новосибирске точно знают, как будут развивать каждую. Все парки и скверы обследовала комиссия из разных специалистов. Для каждой территории составили паспорт. И стало понятно, где и что нужно делать в первую очередь. Мы сегодня представляли нашу программу развития вообще зеленых зон. Концепцию развития зеленых зон, она до сих пор является уникальной не только по Сибири и по стране. Мы сегодня поделились опять же результатами вот этого нашего исследования. И мы считаем, что это действительно огромный слой развития градостроительной политики. Активное общественное обсуждение проектов благоустройства, парков и скверов – тоже уникальная особенность Новосибирска. В голосовании по выбору территорий для проекта «Комфортная городская среда» приняли участие 165 тысяч жителей. В итоге наводить порядок будут не только у монумента славы. Он оказался первым в рейтинге. Возьмутся и за остальные территории из списка. По порядку. К работе активно привлекают ученых, исследовательские институты и вузы. И это еще одна особенность новосибирского подхода. Наш партнер Гауди очень сильно помогает нам провели наинтересацию всех дворовых территорий города Новосибирска. И впервые, наверное, вообще в России сформировал методику ранжирования дворовых территорий, которая очень заинтересовала другие города. А ученые Института теплофизики рассчитали, какая стратегия переработки мусора наиболее эффективна для Новосибирска. В своем исследовании они учли и затраты на внедрение, и тарифы, и безопасность окружающей среды. Часть отходов предлагают использовать повторно, остальное сжигать в плазменной печи. При таком подходе мусор превращается в важное сырье. От полигонов можно будет отказаться. Мы можем использовать практически полностью, не захоранивая. Если мы автоматически сортируем полезную фракцию, а остальное, допустим, у нас идет на плазменное сжигание с производством синтез газа и электроэнергии. Из пластиковых отходов уже сейчас готовы делать синтепон и строить дороги. Синтез газ и электричество можно продавать населению и предприятиям. В итоге бытовые отходы населения превращаются в финансовые доходы бюджета. Михаил Якимов, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.